Привет всем! С вами Лия. И сегодня мы будем вызывать Бельдам из Каролины, стране кошмаров. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, выбрав все уведомления. Ну и также нажимайте лайк, а в комментариях пишите, нравится вам этот мультик или нет. Вот мне очень нравится. Но я сегодня не одна. Со мной Дима. Снова я вернулся после взиль варенья. Радуйтесь том, что я не отравился. Класс! Ты знаешь, кто такая Бельдам? Ну, я не мало чего знаю. Знаю только то, что появилась Бельдама от того, что была одна книга под названием «Другая мать». Она рассказывала злую историю о двух детях. Происходило это где-то в 19 веке. Эти дети пошли на улицу гулять и нашли одну девочку, которая играла на неизвестном инструменте. Девочка с мальчиком ответили, что можно поиграть, а девочка сама ответила, которая сидела на камне и играла на инструменте. Говорила о том, что «Нет, нет, не дам». Она единственное, что ответила. «Если вы хотите поиграть, то для начала напокостите мне, а потом уже и поговорим, побазарим по-нормальному». Ну и, короче, они пошли обратно домой и они начали проказничать, капризничать, бросаться едой. Мама ихняя, она офигела. После чего я сказала о том, что если еще один раз сделают такое, она вызовет другую маму и идет навсегда отсюда. Бельдам, то есть? Ну, не сказать, что это Бельдам, это, скорее сказать, совсем другая мама. Это не Бельдам. А, ну то есть это похожая история. Ну да, но это, скорее сказать, как появилась Бельдам, а именно вдохновение Бельдам. А, интересно, такого я еще не слышала. Если вы слышали эту версию, обязательно пишите в комментариях. Еще история-то не кончилась. Пошли к девочке, девочке той самой, которая сидела на камне. Спросила, а мы хорошо напроказничались? Она ответила, не а. Еще надо сильнее, еще сильнее. Мама ответила, все, уходите. Я больше не хочу вас видеть. И ушла со своим маленьким грудным ребенком. В отличие от Бельдам, у нее за место не пуговиц глаза, а стеклянные глаза. Из-за чего они поняли о том, что все, не можем мы больше так жить и ушли в лес. Офигенная история. Давайте-ка Диме похлопаем. Браво, браво, браво. Браво, браво. Что же нужно для вызова? Это спички, свеча, нитки, две пуговицы. Как вы понимаете, это будут глаза Бельдам. Также любой пишущий предмет у нас фломастер и бумага. Ну что ж, приступаем. А, я не знаю. Тут мы изучаем, откуда наши свечки. У нас вообще интересные. Пички. Ой, спасибо. Да. Какие? Пички. Красс. Сознаем, что хотела поумничать, сам тупанул. Свечу нужно использовать любую. Мы используем вот такую. А, манючую. Перчучую. Следующее, что нужно сделать, это нарисовать на листе бумаги тот самый тоннель, по которому Каролина приходила в другой мир. Это нужно просто нарисовать вот такую вот спираль. Вот так она выглядит. И следующее, самое сложное. Для кого-то. Это иголка и нитка. Нам придется пришивать. Да. Все. Да. Это точно. Я сейчас буду это показывать вблизи, как это сделать. Ты вообще что-нибудь любишь пришивать? Я, конечно, тебе не медик. В других разных я медик. А. Сейчас мы... Что-то сейчас-то страшно было уже. Мы вроде еще ничего не начали бы. Надеюсь, это слышала на камере было. Угу. Ты на всякий случай. У тебя тут есть дома дробовик? Ха-ха. Обязательно. В твоей игре он есть. Мы сейчас вообще вдвоем. Но вы слышали этот звук? Это же просто трынец. Ничего, сомневаем эту ведьму бенгильскую. Как бенгальский огонь загорится и все. И квартира сгорит. Если вы хотите, чтобы я сняла видео о своей версии, что же это был за мир, откуда бельдам и так далее, то обязательно пишите в комментариях, и я сниму такое видео. Ну, а сейчас пришиваем пуговицы. Как будто бы глаза бельдам выглядывают отсюда. То есть две пуговицы нужно пришить вот в этот тоннель. Ну, мы этой и сейчас будем. Ты еще лет не шила, а на бумаге никогда. Ну, ты же шила свою магическую книгу. Нет, я ее клеила. Ну, святая спичка, помоги мне. Помоги мне, святая спичка. Спаси меня от мира божьего. Спаси от ада. От ада. От ада. От ада. Пошутил. Пошутил. Главное, чтобы не кончилась квартира. Все, и у меня с собой оружие есть. Вот это. Вот это. Страшное оружие. Причем он мне сам сказал, давай вызовем бельдам. А сейчас я уже готовлю все. И потом он такой говорит, не, давай я предоставляю это дело тебе. О, смотрите, фокусы. Вот одна пуговица готова. Сейчас мы будем пришивать вторую. И приготовила себе тапочки. Белые. Тапочек у меня боится только кошка. Больше никто их будет бояться. А, она, кстати, котов не любит. Так что, если что, нас кошка спасет. Класс. А еще можно маркером ее порезать. А еще мы будем кричать, это еще страшнее будет. Она глохнет и убежит. Нафиг мне это нам не скажет. А прикинь, рами сегодня к нам явится и скажет. Хотите пуговицы? Я ваша вторая мама. Только вот моя племянница поверила в это все. И теперь боится эту бельдам. Так, в общем, самое сложное позади. Я сделала вот это. Так, и сейчас нам нужно будет с Димой прочитать одно заклинание. О, кстати, еще два интересных факта. Расскажем, я начну. Ну-ка, давай. Первый интересный факт в том, что... В том, что корольный настроение кошмаров является кукольный мультик. Если некоторые не знают. Даже капельки воды были сделаны из пластика. Вот это да. А еще плюс в том, что первая кукольная анимация появилась у нас еще в СССР. Еще аж в далеком 1900, по-моему, в 21-м году. Был такой маленький мультик про жуков. И некоторые советские люди считали о том, что сам режиссер натренировал жуков и обучал их. И после чего они начали снимать фильм. Как вам факты? Расскажите обязательно в комментариях, знали ли вы это. И, может быть, вы знаете какие-то факты из этого мультфильма. Обязательно расскажите. Мне будет интересно. Потому что, еще раз повторюсь, это самый мой любимый мультик. Я подсадила на него Диму. А он кого-то там еще подсаживает. Как на наркоту. Крышечка, поехала. Короче, я специально напис... Свеча дыр лжит. Плохо. Она сама боится. Так, короче. Слышала? Сыст. Еще, кстати, самое важное. Когда вы захотите уже, чтобы Бельдам исчезла, нужно эти пуговицы будут оторвать. Слышала? Я услышала звук. А что там было? Короче, мы вместе будем читать. Почему? Потому что Дима не знает его наизусть. В конце написано на латыни. Так, все, давай. Держим руку. И читаем. Вообще, когда вызываете Бельдам, может быть, скрип какой-то. Потом какой-то шорох, стуки. Также вы можете увидеть тени. И вообще, может, даже она реально, когда вы уснете, вы проснетесь, и вы попадете вот в этот мир, где будут ваши другие родители. Слава Богу о том, что Каролина не смогла выжить. Это слабое главное. Ведь если бы она, если бы она не успела бы притащить шарик, она бы, знаете, что сделала? Она бы вырвала бы глаза, пришла в буковицу, а дальше бы она поглотила бы. Я, кстати, книгу читала. Так, ну ладно, все, надо прислушиваться, вообще, смотрите. Ты слышишь? Обалдеть. Прям за нами. Кто-то скорбился. Блин, какая метра. Ты видел? Там тень вот такая вот, просто проли... Нет, не пугамент. Боюсь же я. Игрушка назад смотрела. Игрушка назад смотрела. У меня сейчас просто голова закружилась. Вот здесь вот. Где она смотрела? Она смотрела на другую сторону, сейчас перевернулась. Но мы не сможем сейчас показать тот самый мир, потому что это невозможно. Но если сегодня у нас песница... Я вам обязательно расскажу в следующем видео, явилась она к нам во сне или нет. Ты мне завтра тоже напиши, скажешь, явилась она тебе или нет. Что там? Дверь открылась? Да, она была закрытая. Капец, реально. Ребята, вы не поверите, короче, у нас там была дверь закрыта в ванную, потому что я ее закрываю. И она сейчас открыта. На счет раз, два, три мы вырываем глаза. Это один я приколью? Надо еще сжечь. Это надо в чё-то. Давай. Воровай. Раз, два, три. Фух. Ну так, сейчас надо сжечь. Или порвать. Рви, жди. Чё-то под ногами прям пробежала. Представляешь? Быстрее. Как будто в форме руки что-то. Бельдам, уходи, не являйся в наши сны. Бельдам, уходи. Не являйся в наши сны. Бельдам, уходи. Не являйся в наши сны. В общем, вот такой вызов. Я надеюсь, что она к нам не вернется. Во сне особенно она к нам не придет. Если вы будете вызывать по этому способу, обязательно расскажите, получилось у вас или нет. Потому что вы очень этого хотели. И я долго не соглашалась. Но вроде бы что-то получилось. Хотя я не верила до последнего, что вообще это может работать. Но действительно были какие-то звуки и тени. И это вообще было очень страшно. Но на самом деле... Да, предлагайте свои вызовы в комментах. Да, обязательно говорите, кого вызвать. Потому что я знаю, что вы это... Также подписывайтесь на канал, ждите новых почек. И, в общем, все, у нас будет нормально. Не боимся. До свидания. Все. Всех любим, всех целуем. Жду вас в своих соцсетях. Все ссылочки под этим видео в описании. Бай-бай-бай. До-дой. До свидания. До свидания.